Привет всем! Сегодня хочу вам рассказать о любимцах бюджетной косметики. У меня, честно говоря, немного. Как вы, наверное, знаете, смотря мой канал, я в основном финансово вкладываюсь в уход и также в декоративную косметику, но у меня нашлось несколько продуктов, которые я хотела бы вам посоветовать, которые на самом деле хороши. Чаще всего я натыкаюсь на продукты, которые мне не нравятся в более бюджетном ценовом сегменте, но сегодня, сегодня хочу о некоторых находках поведать. Во-первых, в смысле основы у меня несколько продуктов базовых есть. Сейчас я пользуюсь вот этой пудровой основой от NYX. Называется она Stay Matte But Not Flat. Пудровая основа. Вот так и называется. У меня цвет Nude Daphne. Не знаю, вам будет видно или нет, но вот так вот называется цвет. И, честно говоря, неплохая основа. Конечно же, она не идет в сравнении с моими любимыми основами пудровыми, например, как пудровая основа от Guerlain, L'Ange de Peau. Конечно же, все же моя любимица, но это очень и очень и очень неплохо для своих денег. Вот такой вот цвет, как вы видите, цвет мой. Это мягкая пудра довольно мелкого помола. Вот такой вот цвет покрытия. Можно от легкого к среднему его наслаивать. Хорошо смотрится на кожу, натурально. Как и написано, как и называется, немножечко модифицирует не сильно и не делает кожу такой меловой. Лежит на коже действительно хорошо. Особенно мне нравится маленькой кисточкой Tarte вот этой вот кабуки втушевывать мелкими движениями, прямо-таки втушевывать в кожу лица. Тогда эта пудра выглядит лучше всего. Иногда я беру, когда я припудриваю маленьким количеством пушистую кабуки, это конкретно от Elisabeth Arden, просто макаю ее в пудру и припудриваю нос, допустим. Она идет со спонжиком, который я никогда не использовала. Он до сих пор новый, но пудру использовала достаточно. У меня даже немножечко появилась впадинка в ней. Не знаю, видно ли вам. Но я думаю, что даже использую до конца эту пудру, честно говоря. Неплохая упаковка, конечно же, некрасивая, но очень практичная и неплохого качества пластика. Еще два продукта, то есть это один и тот же продукт в двух цветах, это вот эта штука Maybelline Instant Age Rewind. Вот так вот называется этот продукт. У меня он в двух цветах. Это перепокупка моя. Если уж я что-то покупаю, то я с большим удовольствием приканчиваю и перепокупаю. Так вот, это перепокупка. Это уже четвертый и пятый, наверное, флакончик этого средства. У меня это консилер. У меня вот здесь вот... Боже, что мы... Вот это вот иллюминатор, brightener. И вот это вот консилер в цвете светлый, fair. То есть я в двух цветах, это чуть розовее, как корректор. И вот этот вот цвет моей кожи, ну, может быть, чуть желтее, довольно нейтральный. Отличнейший продукт. Очень советую вам попробовать. Очень легкая формула. Она никуда не залазит, не залазит в складочки, не подчеркивает шелушение, не подчеркивает вообще ничего неприятного. Хорошо лежит на коже. Совершенно никаких нареканий. Я только что использовала полный тюбик. Ну, не только что, может быть, месяц назад использовала. И оставила у мамы дома. И вот эти вот, как вы видите, у меня новые. Я недавно купила, перекупила еще раз. Как я говорила, продукт отличный. Еще одна пудра, которую я недавно показывала даже в своем «Собираемся вместе», это пудра от Milani. Milani очень интересный бренд. Если у вас есть доступ, я советую посмотреть их продукты. Они гораздо лучшего качества, чем своя стоимость. То есть, они действительно продают вам что-то стоящее. Вот этот конкретный цвет, отличнейший. По-моему, самый лучший в этой линейке. Вообще красивая упаковка. Все устраивает. Это цвет 08 «Чайная роза». Вот так вот называется. Я советую присмотреться, если у вас есть, опять-таки, доступ именно к этим румянам. Они отличнейшие. Более того, они симпатичные. Я уже довольно много использовала этот пудровый продукт. И, как вы видите, он чуть-чуть, может быть, стерся сверху. Но даже и не особенно. Довольно пигментированный. Хорошо выглядит на коже. Следующий продукт от Милани. Это гель для бровей, который я в настоящий момент использую. Тоже могу посоветовать. Хорошая штука. Называется «Brow Shaping Clear Gel». Это прозрачный гель для бровей. Ничего особенного. Сейчас он на мне. Закрепляет брови неплохо. Конечно же, мне бы хотелось, чтобы кисточка еще меньше была. Но она достаточно маленькая для того, чтобы проработать брови. Не могу ничего плохого сказать. Хороший продукт. Можно покупать. Советую, если вам нужен прозрачный гель для бровей. Далее продукт от Wet n Wild. Все, что я купила от Wet n Wild, практически я выкинула, к сожалению. Тени у них есть замечательные. И о них я уже вам рассказывала. Обязательно сейчас тоже покажу. Но вот эта вот штука неплохая база кремовая для подсветления под бровью. Для того она и сделана. Ultimate Brow Highlighter называется. Вот фирма. Вот название. Вот тут. И, честно говоря, очень хорошая кремовая штука. Можно ее подсветлять в уголок глаз. Я не знаю, вам видно сейчас или нет. Наверное, нет. Вот здесь вот я нарисовала немножечко. Она хорошо растушевывается. Хорошая база кремовая фактически можно использовать как базу под тени. Кстати, о тениах Wet n Wild у меня, конечно же, есть моя большая коллекция и пятерочек, и троечек. Эти тени я советую на 100%. Они лучшие из того, что я видела в бюджетном сегменте, в смысле качества самих теней. Упаковка, конечно же, какашка. Но, а что мы хотим за 2-3-4 доллара? Это, ну, отличные, отличные тени за такую маленькую цену. Обязательно покупайте. Я с большим удовольствием ношу, даже чаще, чем многие из моих более дорогих или вообще дорогих теней. По-моему, эти тени вообще единственные бюджетные тени в моей коллекции. Все остальное или полу-люкс, или люкс, и так далее. Последние несколько продуктов. Это, во-первых, Touché Cut Essence. Я в своем видео о причиндалах, которые я держу на своем туалетном столике, упомянула об этой точилке. Она средняя, обыкновенная, ничего особенного, но она работает. Я не понимаю, зачем нужно что-то дороже, чем эта. По-моему, мне стоило 1,5 или 2 доллара. Совершенно какая-то мелочь. И прекрасно работает. Уже довольно долго мне служит. И это моя, по-моему, третья точилка. Я ее, наверное, год промурыжу, поэтому выкину и новую покупаю. Могу посоветовать спрей от Pixi. У меня их два. Сейчас я второй достану. Один фиксирующий макияж. С этим я люблю работать, когда я растушевываю тени. Допустим, я хочу намочить кисточку и намочить тени, которыми хочу работать. То я использую вот этот вот спрей. Для этого он подходит отлично. Увлажняющий спрей, когда я закончу, допустим, макияж, и у меня слишком припудренное лицо, у меня сухая кожа. Это может выглядеть не очень хорошо. Я использую вот этот спрей от Pixi. Это увлажняющий. То есть вот это вот Makeup Fixing Mist от Pixi Skin Treats. А вот это вот Pixi Skin Treats Hydrating Milky Mist. Хороший увлажняющий спрей. Ничего плохого не могу. Не о том, не о том сказать. Меня устраивает они оба. И два продукта от Невея не могу не упомянуть. Во-первых, вот эта штука. Express Eye Makeup Remover. Это продукт для снятия макияжа с глаз. Это двуфазная жидкость. Как вы знаете, эти продукты довольно-таки жирноватые. Не стоит ждать того, что это будет какое-то супер увлажняющее нечто. Но оно хорошо работает, прекрасно справляется с макияжем. Для глаз я не ношу водонепроницаемое, поэтому не могу сказать, как с водостойким, точнее, водонепроницаемый макияж. Водостойкий макияж, конечно же. Не могу сказать, как с водостойким макияжем она будет справляться, но с обыкновенным вполне-вполне. Не щиплет мне глаза, кстати. И, как вы видите, я уже практически прикончила эту бутылочку. В будущем, может быть, даже куплю ее еще раз. И нашла вот это вот вообще интересная находка, поскольку для меня уход для губ – это больная тема зимой. Я в основном пользуюсь своими какими-то уходовыми средствами от Clorans, от Dior. И до сих пор не могла найти хорошего бальзама для губ. Этот неплохой. Он не самый лучший. Не могу сказать, что он побеждает, если бы в поединке на ринг вышел. Мой Dior Lip Glow и вот этот не верю бы победил. Нет, конечно же, нет. Но я ее не требую от бюджетной находки. Но вот в линейке Nivea этот конкретный, он Pure Natural Milk and Honey, то есть молоко с медом. Как вы знаете, я медовые штуки люблю. Они вообще мне подходят лучше всего. Мед – отличный компонент для меня в уходовых средствах. И конкретно этот, желтенький, не синий, никакие-нибудь другие, никакие не тинтовые. Эти я пробовала и пораздаривала, передала подруге весь набор. А вот этот у меня остался. Он самый близко напоминающий. Не Dior даже. В общем, не могу сказать, что он напоминает мне какой-то очень дорогой бальзам для губ. Нет, но он хороший. На самом деле неплохой. Справляется с шелушениями. Ничего не иссушивает. На мой взгляд, очень многие продукты для губ сушат губы вместо того, чтобы увлажнять. К сожалению, это не сушит. Это увлажняет, конечно, не экстраординарное увлажнение никакое, но очень достойное. Поэтому я советую присмотреться именно вот к этому Pure and Natural Milk and Honey. То есть молоко и мед. Как вы видите, я уже достаточное количество использовала. Этот бальзам – это в доказательство. Его здесь много идет, кстати. Это в доказательство того, что действительно я его использую часто. 4,8 граммов продукта. И, как вы видите, я серьезно к нему приложилась. Вот такие у меня бюджетные находки в настоящий момент. Я буду снимать в будущем, конечно же, если у меня будет еще. Если. Я ничего никогда вам не посоветую, если на самом деле сама этим всем не пользуюсь. Вот этим всем я пользуюсь сама, и они не хуже моих люксовых продуктов, эти продукты. За это улучшаюсь. Во всяком случае, таково мое мнение. И, конечно, вы можете со мной не согласиться, но это мои любимцы. И если вам интересно, советую попробовать из них что-нибудь. Всего вам хорошего, хорошего дня. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok